Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия в студии Ярослав Щекланов. Сегодня глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов провел совещание с главами администрации городов и районов. Сразу по нескольким вопросам подвели итоги организационной работы по подготовке и проведению голосования по поправкам в Конституцию на территории республики. Глава поблагодарил членов Резисбиркома, глав городов и районов, представителей общественных организаций, волонтеров за большую проделанную работу по обеспечению избирательного процесса, который прошел на высоком организационном уровне с соблюдением всех санитарных норм. Две другие темы – реализация нацпроектов и подготовка здравоохранения к прохождению осенне-зимнего периода. Министр внутренних дел Александр Мельниченко провел заседание коллегии по итогам деятельности ведомства за первое полугодие 2020 года. Рассмотрели принимаемые меры по предупреждению раскрытию преступлений, в частности краж чужого имущества, в том числе совершенных с незаконным проникновением в жилище. В ходе мероприятия проанализировали и дали оценку результатам работы как подразделения МВД по республике, так и районным органам МВД России в Крачево-Черкесии. Александр Мельниченко особо отметил необходимость активизировать работу по незаконному обороту оружия, экологическим преступлениям, надзору за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, обеспечению безопасности дорожного движения, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. По итогам совещания Александр Мельниченко поставил перед начальниками подразделения Министерства и районных отделов МВД России ряд задач, обозначил сроки и требования к качеству исполнения. Обращаясь к руководителям, глава МВД по Крачево-Черкесии передал личному составу славу благодарности за ту работу, которую проделали в очень непростой период. И вести из оперативного штаба. На сегодня в Крачево-Черкесии выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 4433. Из них 3194 выздоровели. Госпитализированы 92 человека. Стадион Саулук в Карачаевске после капитальной реконструкции станет любимым местом не только для спортсменов, но и горожан. Глава Крачево-Черкесии Рашид Тимрезов принял решение начать ремонт стадиона, объединив возможности Минспорта и Минстроя региона. Аслан Гирюгов расскажет подробнее. Для жителей Карачаевска стадион Саулук является одним из самых посещаемых мест. На его территории собираются как взрослые, так и дети. Кто-то приходит просто погулять с семьей, а кто-то заняться серьезными тренировками. По указу главы республики работы по реконструкции начнутся в ближайшее время. Многие жители согласятся с тем, что стадион давно нуждался в ремонте. Сама идея очень чудесная. Самая собираемая, самая используемая территория, наверное. Вот столько народу по вечерам, по утрам, то столько народу. Самое любимое место, не совру, наверное, самое любимое место горожан тут. Глава города, Динаев, тоже по силе возможности помогает, там спорткомитет помогает. Я очень положительно отношусь к этой идее, что будет ремонт, потому что здесь много чего уже так разрушилось. А это такое место, что сюда, наверное, полгорода приходят и днем, и вечером с детьми. Здесь и воздух чище, и машин нет. Вообще, очень замечательное место. Данная новость порадовала не только взрослых, но и детей. Ведь на стадионе всегда собиралось большое количество людей разного возраста. На базе спортивного объекта есть секция по футболу для разных возрастных групп. Для будущих чемпионов новость о ремонте любимого стадиона стала очень радостной. Скажи, пожалуйста, как тебе идея того, что стадион будет ремонтировать? Да, классно. Стадион, когда его уже поремонтируют, будет удобнее бегать, покосят. И этот. И стадион уже старый, он уже почти разваливается. Идея нравится, будет намного удобнее тренироваться. Тренироваться. Пока тут не так уж и удобно тренироваться, потому что, ну, тут кочки везде, и трудно бить. Там пасы давать, а ниже об кочки. И когда вот лечишь в пустые ворота, можно, эти кочки мешают просто забить. Я буду очень рада. И можно будет легко тренироваться. Я смогу очень сильно тренироваться. С большим удовольствием мы все относимся к этому, чтобы дети где-то занимались, что-то делали. Я лично своего внука запишу, чтобы он занимался спортом. Ни для кого не секрет, что занятия спортом важны для взрослых и детей. И в ближайшее время жители Карачаевска смогут заниматься в более комфортных условиях. Аслан Гирюгов, Роберт Джигутанов. Вести Карачаева, Черкесия. Карачаевск. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный с переходом днем на западные 5-10 метров в секунду. Температура ночью 12-17, а днем 27-32. В горах ночью 6-11, днем 17-22. В Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный с переходом днем на западные 5-10 метров в секунду. Температура ночью 15-17, днем 30-32. Продолжаем выпуск. О мерах социальной поддержки семьи с детьми, с приемными детьми, опекаемыми с детьми, с инвалидностью говорили в общественной палате Карачаево-Черкесии на заседании круглого стола. На встрече присутствовали представители общественных организаций пенсионного фонда и исполнительной власти. В формате диалога присутствующие обсудили проблемы, связанные с выплатами, заявками и другими техническими трудностями, с которыми люди сталкиваются при оформлении заявлений. Заместитель министра труда и социального развития Карачаева-Черкесии Мадина Шаева отметила, что на сегодняшний день более 2 миллиардов выделено на выплаты семьям нашей республики. Очень важно отметить, что по линии Министерства труда и социального развития Карачаева-Черкесской республики выплачивается 13 видов льгот, пособий и разных выплат семьям с детьми. Из них 7 – это федеральные законы, то есть реализуются на основании федерального законодательства, 6 – это региональные законы. Из 6 региональных законов, 2 закона софинансируются из федерального бюджета – это выплата в случае рождения третьего и последующего ребенка. И в этом году, мы об этом неоднократно говорили, вводится новое, уже ввели новую меру социальной поддержки семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно. И эти расходы тоже софинансируются за счет средств федерального бюджета. Великий маэстро Северного Кавказа, так называют самого известного композитора Юга России Аслана Алиевича Даурова, автору гимна в Карачаево-Черкесии Международной Черкесской ассоциации, лауреату Государственной премии России имени Михаила Глинки, в этом году исполнилось бы 80 лет. Фатима Даурова подробнее. День рождения Аслана Алиевича Даурова отмечается каждый год. На торжественном митинге, который прошел у памятника композитора, стоящего в самом центре Черкеска у парадного входа музыкального училища, гордо носящего имя маэстро, присутствовали официальные лица республики, деятели культуры, театралы, общественники, друзья, односельчане и родственники Аслана Даурова. Признание при жизни он успел получить, это большой знак, его признали и на государственном уровне, вы знаете, что он один из первых лауреатов Государственной премии, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, имеет почетные награды международные, других регионов его участили и уважали, потому что музыка его, это не была музыкой только адыгов, не была музыкой только Кавказа, это была действительно мировой музыкой, потому что и в Лондоне ему рукоплескали, и иностранцы чувствовали душой мелодию, которую никогда раньше не слышали, потому что действительно это была мелодия, которая шла от души всего народа. Аслан Алиевич был единственным представителем Северного Кавказа, который был членом комиссии по Государственным премиям Российской Федерации в области литературы и искусства при президенте России. Отмеченный многими званиями и наградами, Аслан Дауров оставался простым, открытым, общительным человеком, полным кипучей энергии и творческих планов. Он заряжал окружающих вибрацией своей светлой души, вспоминает о родственнике Мухаммед Дауров. Он был первым, а быть первым – это всегда трудно. Тот человек, который прокладывает дорогу, он сам, он достоин того, чего мы сегодня здесь делаем. Талантливый человек, талантлив во всем, говорят. Аслан был таким, что он был талантлив и в музыке, и в искусстве, и в литературе. Во всех сферах вообще он был талантлив, но он выбрал музыку. Если он выбрал бы другую стезю, там же все жудолицыки, он был бы на уровне союзного масштаба. Так что он обладал вот таким даром. Струна жизни Аслана Даурова оборвалась в 99-м году. Ему было всего 59 лет. Его музыка, неповторимая по индивидуальности и красоте, осталась и звучит до сих пор. Все официальные мероприятия в Карачаево-Черкесии начинаются с гимна, автором которого стал Аслан Дауров. Он был первым профессиональным композитором, великим маэстро и останется таким в памяти людей. Фатима Даурова, Зарема Карданова, Мухаммеда Шибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Курорты Карачаево-Черкесии возвращаются к привычной жизни. Туристы со всех уголков страны устремились в горы, чтобы успеть насладиться природой в летнее время. Оно в Архызе особенно привлекательно. Озера, альпийские луга, удивительные тропы влекут за собой туристов. Светлана Казиева убедилась, что Архыз прекрасен в любое время года и даже лыжи летом особенные. Летние лыжи Архыза – это лошадь. Именно летом туристам открываются увлекательные конные маршруты по горам Карачаево-Черкесии. Непродолжительные для таких неопытных, как я, и многодневные до Красной Поляны. Поклонники экотуризма приехали в Архыз со всей России. Эти парни выбрали чистый воздух, сочную зелень и яркое солнце. В Архыз они добирались пешком. Несколько дней по горным тропам к курортному поселку Романтик. Мы идем в шестой день из Архыза, через водопады, через перевалы. Сегодня прошли километров 12-13, еще 8 пройдем и ляжем спать в палатке. Пейзажи просто чудесные. Идем, радуемся все, устаем, но все равно серотонин поступает в мозг, и мы счастливы. Альпийские луга, Ланское городище, самые древние христианские храмы на территории России. А еще крупнейшая астрофизическая обсерватория Российской Академии Наук с самым большим телескопом в стране. Ну и, конечно, красивые виды зеленых гор со снежными вершинами. Архыз настолько многолекий, что одного дня отдыха здесь точно не хватит. И где же переночевать, если ты не готов к романтике палаточных городков? Для любителей комфорта в Архызе построены гостиницы со звездами. Одна ярче другой. Добро пожаловать в Архыз. Наш пятизвездочный отель был открыт в декабре 2018 года. Это второй летний сезон. В нашей гостинице 89 номеров разных категорий. Также на территории комплекса есть два комфортабельных шале для тех, кто хочет жить приватно. Я очень надеюсь, что этим летом все успеют отдохнуть и посетить наш комплекс для того, чтобы насладиться горами. Этот отель очень крутой. Хоть я только вчера сюда и приехал. Оценивают отели по пятибалльной шкале. Пять звезд, четыре, три, два, один. А я оцениваю по 88 звезд. И я ставлю высшую оценку 88. Богатство Архыза, горы, солнце, воздух, вкусные хычины и шашлыки – это вершина айсберга. Приятного аппетита. А из глубины веков вытекают чистейшие ледниковые воды. Из заповедного леса горная вода мчится во все уголки России. А это та самая вода Архыз. Ее добывают на курорте и прямо здесь разливают. Экологически чистую воду любят и лошади. Поэтому они выносливы, исполняют любые капризы туристов. На вершину горы лошадь поднимается за полтора часа. Но какой русский не любит быструю езду? И для таких скоростных вместо коней канатные дороги. И эта кабинка на гору поднимет за 10 минут. И все-таки на лошади интереснее, потому что с тобой романтичный друг из поселка Романтик. Светлана Казиева, Алибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия, Архыз. Это все Вести на сегодня. Прямо сейчас продолжение сериала «Ласточка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова